Я хочу поблагодарить тех, кто помогал мне создавать работу своего отца, прежде всего, и команда, которая работала со мной, помогает мне отливать. Ну и отдельно хочу сказать большой поклон человеку, который придумал эту идею, которая потрясла не только меня, а всех, кто ее видел еще в процессе создания, это передать, раскрыть такую тему путешественника без единого рюкзака, первейшего атрибута путешественника, конечно, получилось очень здорово, очень глубоко, мне кажется, очень правильно. Я говорю, Миклуха Маклая, это до мельчайших деталей и подробностей, все придумал он, он выстраивал нас в офисе, в эту композицию живую, мне оставалось только сделать наброски, потом поплатить все это. Спасибо всем большое, я всех поздравляю. Спасибо большое. Слово предоставляется прямому потомку путешественника Миклуха Маклая, Николаю Николаевичу Миклуха Маклай. Дорогие друзья, я в первую очередь хочу поблагодарить и поздравить нашу атрибутскую землю, город на нем. Большая честь, что мне пыталось открыть, рассказать именем моего Гаврагина, назван именно этот фестиваль, с которым начнется серьезный и интересный фестиваль, объединяющий русских, российских, советских путешественников, которые действительно сделали для не только России, а для всего мира неоцепленные открытия, которыми пользуется все человечество. То, что это открытость здесь, я вижу действительно, насколько это не просто литературная у вас третья литературная столица. Я считаю, что так, как вы сделали, у вас здесь, в городе Орел, начинается рождение столицы русских путешествий фактически. Я не знаю, где она еще есть, а теперь говорите, Санкт-Петербург, когда оттуда уходило много кораблей. Но, Николай Николаевич, помогая Санкт-Петербургу, я могу сказать, что, наверное, назвав Ванимином, мы сейчас перенесли на данный момент столицу русских путешественников. Именно в этом я вас поздравляю. И поздравляю и благодарю очень Валерию, которые объединил очень много интересных людей на потрясающем форме, которые сейчас проходят. Благодарю тому, что команда людей большая работала на тем, чтобы именно вот такая композиция, выражающая что-то, не просто, а выражающая, показывающая их передачу действительно молодому поколению. Вот это вот благо, благо знания, исследования, она вот таким образом именно предоставит. Поэтому поздравляю и слова благодарности всей институте. Спасибо большое. Слово предоставляется прямому потомку мореплавателя адмирала Гузенштерна, профессору географии университета Копенгагена Александру Прищепову Гузенштерну. Огромное спасибо за предложение. Это действительно честь. Я попытаюсь объяснить, почему это честь. В первую очередь, конечно, вырезать признать всем, кто вложил свои силы, усилия, средства для возможности открытия памяти, создания центра путешествий и географии. Несколько слов. Омолчина, это не просто место, это Житница России, это центра России. Многие путешественники, ученые, включая ПАЛОС, они исследовали этот период. Мы говорим о путешествиях в далекие края, но на самом деле путешествия начинаются из-за ограды нашего дома. Если мы говорим о глобальных вызовах, такие как продовольственная безопасность, это уже Житница, это Черноземка. Поэтому тоже это очень важно с этой точки зрения, что это место, оно может привлекать у ученых, путешествиями здесь, исследовать внутри себя. Также хочется отметить, что путешественники, вы видите замечательные имена и российских путешественников, и иностранцев, которые проводили исследования в России, за дежурки, под российским флагом. Это общий праздник. Почему это общий праздник? Ведь эти люди выходили из дома, и их кто-то ждал. За этими замечательными именами стояли коллективы людей, поэтому это общий праздник. Но праздник также тех, кто сидит дома и ждет, когда же муж, супруг, отец вернется домой. Поэтому я поздравляю всех с этим праздником. Еще раз огромная честь, огромное спасибо и огромная признательность всем, кто сумел сделать этот праздник. И я надеюсь, что в дальнейшем это будет хорошей традицией продолжать исследования из центра России, из-за Орловщины, из-за Орла. Спасибо огромное. Спасибо большое. И приветственное слово представляется соорганизатору фестиваля «Русский путешественник», почетному полярнику, президенту ЭЦ «Арктика» Владимиру Семеновичу Чукову. Пожалуйста. Дорогие друзья, мне очень приятно видеть здесь большое количество обычных нормальных людей, не стремящихся куда-то, понимая, слишком далеко, и я очень надеюсь, что мои слова с таким вот философским привкусом, да, вы поймете. Дорогие друзья, любой человек, рожденный на Земле, путешественник. Путешественник. Его путешествие начинается с первых мгновений жизни в Земле. Признайте это, не надо стесняться романтических каких-то порывов, чем бы вы ни занимались. Вот люди уже 70-80-летние, которые собрались здесь, ветераны наши, вы извините, вот как-то так мы стоим не совсем удобно, вот люди, непосредственно, непосредственно, непосредственно имеют первейшее отношение к этому вот празднику сегодняшнему. Это люди, чьи деды, отцы посвятили своей жизни. Это имена легендарные, легендарные, я не могу их перечислять. И сегодня, для того, чтобы мы поняли, что этот памятник, это символ преемственности, преемственности на этом, на нашем, не завершается на нашем этапе, на нашем уровне. Это театр, романтик, театр путешествий. И для того, чтобы, вот последние слова, я очень хочу, чтобы за нами шло новое поколение. Мы должны делать все, чтобы вот этот дух романтики, дух путешествий, все время присутствовал в нас, в наших детях, в наших внуках. И я очень хочу... Вот такой символ, вот там, какой. Вот, детишки, вот в него смотрите. Детишки, давайте идите прямо сюда, сейчас мы вам отъедем. Давайте помоги, да? Давай, это... Да, 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 разъедем. Вот это наши будущие путешественники. Это наши будущие путешественники. И гроз цена нам, если за нами не будут идти вот эти клопы по нашим стопам, по стопам наших родителей. Ну, сейчас мы одолеем эту карту. В общем, я расскажу. На этой карте мы очень хотим, организаторы... Да, наверное, так лучше. На этой карте я очень прошу оставить свои подписи. И эту карту мы где-то здесь, на территории этого замечательного комплекса, поставим в качестве символа и обещание того, что за нами пойдут вот такие путешественники. Мы сделаем все, чтобы они сделали новое открытие. В 21-м, 22-м веке. А чем для открытий на нашей Земле, любимой? Выше крыши нам никогда не понять до конца, не следовать до конца, потому что это живая планета. Сегодня она так себя вернула к нам, к нашей судьбе. А что будет завтра, зависит от нас. Так вот, чтобы у нас было все замечательно, и чтобы у нас было свыклое будущее. Все, наконец-то. Спасибо, Владимир Семенович, за прекрасный подарок будущим путешественникам, продолжателям славного дела путешествий. Конечно, обязательные слова глубочайшей благодарности к хозяевам. Потому что то, что сделано было здесь, то, что мы увидели, это стоит, я не знаю, чего стоит. Это отдача всего себя, своей души. Это видно. Видно по тому, по лицам присутствующих здесь. Я еще раз хочу сказать, уже 20 раз здесь приснецем словам, благодарности Николая Николаевича Юрия Анатольевна. Всем, 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 кто вложил сюда частицу своей души сегодняшний праздник. Дай Бог, он будет повторяться этот праздник. Рекулярно. Спасибо. Спасибо участникам первого международного фестиваля в области путешествий и туризма русский путешественник имени Никлуха Маклая. Спасибо корпорации Грин за прекрасный подарок, который сегодня был вручен всем путешественникам, всем гостям и жителям нашего прекрасного города.